Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы начинаем чтение и рассмотрение послания к Иакову. Послание Иакова – это книга Нового Завета. И в Новом Завете послание Иакова, послание Иуды, два послания Петра и три послания Иоанна, по-славянски называются соборные, на латыни – католические, по-гречески – кафолические. То есть послание не частного значения, не к отдельным лицам, не к отдельным церквам, но ко всей кафолической эйкумены, то есть ко всем церквам. В отличие от посланий Павла, которых 14, которые адресатами имеют отдельных людей и отдельные христианские общины. Большинство библеистов, исследователей Нового Завета считают, что автором послания Иакова является Иаков-младший, он же брат Господен. В средние века послание Иакова приписывалось Иакову Алфееву. Это было вызвано тем, что эти два лица воспринимались как одно лицо. Дата смерти Иакова, брата Господня, она известна, он был убит в 62 году нашей эры. Следовательно, послание не могло быть написано позже этой даты. Высказывались предположения более поздними писателями, истолкователями, экзегетами, что так как послание написано на прекрасном греческом языке, то, может быть, все-таки его писал не Иаков, а брат Господа. Но это сомнительная точка зрения, потому что мы видим из послания к римлянам апостола Павла, что у него был секретарь, который записывал со слов Павла, естественно, как носитель греческого языка, более правильным образом. Также это послание, так как оно было адресовано ко многим и многим, оно могло иметь именно с самого начала хорошую греческую редакцию, которую мог сделать кто-то из сотрудников апостола Иакова. Евсевий Кисарийский и блаженный Иероним, эти древние авторы христианские, Иероним – Отец Церкви, они цитируют это послание. Центральная мысль этого послания – вера без дел мертва. Именно по этой причине Мартин Лютер хотел выбросить из Нового Завета это послание. И в целом протестантские богословы резко отрицательно относились к этому посланию. Если мы сделаем обзор всего послания, то получается следующая картина. Сначала идет приветствие, первая глава, первый стих, потом об искушениях, первая глава со второго по восемнадцатый стих, о гневе и исполнении слова, первая глава с девятнадцатого по двадцать седьмой, о лицеприятии, вторая глава с первого по девятый стих, необходимость соблюдения закона целиком, вторая глава с десятого по тринадцатый стих, вера без дел мертва, вторая глава с четырнадцатого по двадцать шестой стих, здесь развивается эта тема, об украшении языка и опасности необдуманных речей, третья глава с первого по двенадцатый стих, истинная мудрость, сходящая свыше, третья глава с тринадцатого по восемнадцатый стих, осуждение распори и грехов, глава четвертая, предостережение богатым, пятая глава с первого по шестой стих, призыв к долготерпению, пятая глава с седьмого по одиннадцатый стих, осили молитвы, пятая глава с двенадцатого по восемнадцатый стих, об обращении грешников и отступников, пятая глава, девятнадцатый и двадцатый стих. В этом же послании Иакова устанавливается таинство святого соборования, таинство для недужных, для больных людей. Теперь более подробно о содержании первой главы. Первая глава, после заголовка к посланию, собственно, приветствие, это первый стих, дается наставление христианам далее, как они должны вести себя, когда находятся в трудностях, предлагается ряд добродетелей и обязанностей, объявляются блаженными те, кто переносит испытания и бедствия так, как наставляет здесь апостол, и им обещана славная награда. Это со второго по двенадцатый стих первой главы. «Однако те грехи, которые навлекают страдания, или те слабости и ошибки, в какие люди впадают во время этих страданий, ни в коей мере нельзя приписывать Богу, ибо Он не может быть инициатором греха, от Него исходит только доброе». Об этом с тринадцатого по восемнадцатый стих первой главы. «Всякая страсть, безрассудный гнев и низкие чувства должны быть подавляемы. Слово Божие должно стать для нас главным предметом исследования, и надо стараться осуществить на практике все то, что мы слышим и узнаем из Него. В противном случае мы будем носителями именно пустого благочестия». Об этом с девятнадцатого по двадцать седьмой стих. Итак, первый стих – это заголовок к посланию и приветствие. И мы читаем «Яков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленом, находящимся в рассеянии, радоваться». Ну, как и было принято в те времена, сначала человек представляется, он называет свое имя, как мы это видим и в посланиях апостола Пабла и Петра. Потом он говорит о своем статусе, «Яков, раб Бога и Господа Иисуса Христа». Потом обозначается адресат «двенадцати коленом, находящимся в рассеянии». «Радоваться» – это призыв. Архиепископ Аверкий Таушев пишет, «В начале послания святой Иаков, умалчивая о своем апостольском достоинстве, называет себя рабом Бога и Господа Иисуса Христа. Обычное у древних приветствие радоваться в устах апостола, конечно, имеет особенное высшее значение радости о Господе Иисусе как Искупителе». Беда Достопочтенный пишет, «Об этом Иакове сказал апостол Павел, Иаков и Кифа, и Иоанн, которых считали столпами, протянули мне и Варнаве руку общения, чтобы мы проповедовали для язычников, они же для обрезанных». Это послание к Галатам, 2 глава, 9 стих. Беда Достопочтенный продолжает. «Поскольку Иаков был поставлен для обрезанных, он был первый патриарх Иерусалима, он имел попечение о тех, которые были из обрезания, одних, получая устной беседой, других, утешая, наставляя, порицая и исправляя через послание. Сказано, двенадцати коленам, которые в рассеянии, приветствую». Мы читаем, что после убийства иудеями блаженного Стефана в тот день произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все рассеялись по областям Иудеи и Самарии, кроме апостолов. Здесь Беда Достопочтенный ссылается на книгу «Деяний», 8 глава, 1 стих. И он продолжает. «К этим рассеянным, претерпевшим гонение за правду, он и направляет свое послание, он, то есть Иаков. Справедливо также, что он шлет послание не только к ним, но также к тем, которые, хотя и уверовали во Христа, однако все еще не стремились к совершенству посредством добрых дел, как об этом свидетельствуют последующие стихи этого послания. Также он обращается к тем, которые не только были чужды веры, но даже старались изо всех сил гнать веру и сеять смуту среди верующих. «Все, находящиеся в рассеянии, будучи изгнаны по разным причинам из Отечества, повсюду подвергались со стороны чужеземцев, чужестранцев, бесчисленным избиениям, страданиям и смерти, что хорошо известно из церковной истории». Здесь беда достопочтенной делает отсылку к церковной истории Евсевия. Далее. «Но и в деяниях апостолов мы читаем, что во времена Господних страданий они уже были рассеяны повсюду, по словам Луки. Были же в Иерусалиме живущие иудеи, мужи благочестивые и всякого народа, который есть под небом». Здесь отсылка к книге «Деянии», 2 глава, 5 стих. «Большая часть этих народов упоминается поименно, когда добавляются парфиани, и медяне, и эламиты, и живущие в Месопотамии» и так далее. Это когда в книге «Деянии» во 2 главе рассказывается о тех языках, на которых заговорили апостолы в Деи Святой Пятидесятницы. Итак, Иаков призывает праведных не терять веры в искушениях, грешников порицает и призывает удерживать себя от грехов, преуспевая в добродетелях, чтобы они, будучи в числе тех, кто принял таинство веры, не оказались в день суда бесплодными или даже заслуживающими осуждения. Неверующих призывает покаяться в убийстве Спасителя и других злодеяниях, в которых они погрязли, прежде чем зримо или незримо их постигнет небесная кара. Итак, беднодостопочтенный немножко меняет адресата этого послания Иакова, настаивая на том, что обращение к рассеянным верующим – это обращение к гонимым верующим, которые подвергались гонению как со стороны иудеев, так и со стороны язычников, среди которых они жили. Так как самые страшные гонения ждут христиан впереди, о чем говорится в книге пророка Даниила, то будем воспринимать это послание Иакова, брата Господня, как нечто актуальное и имеющее важные значения для нас, живущих теперь, в начале XXI века. Далее идет отрывок со 2 по 12 стих. Здесь предлагается ряд добродетелей и обязанностей. Объявляются блаженными те, кто переносит испытания и бедствия так, как наставляет здесь апостол. Им обещана славная и блаженная награда. И мы читаем со 2 стиха и ниже. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Кто-то может возразить, а почему надо воспринимать искушение с радостью? Вот здесь надо вспомнить то, о чем пишет апостол Павел, что испытания, искушения не попускаются нам сверх наших сил. И если мы сталкиваемся с каким-то искушением, это означает, что Господь счел нас способными преодолеть это искушение. Иначе бы Господь нам этого не попустил. А преодолевая искушение, мы очищаемся, как золото очищается от всяких примесей в огне. И апостол Павел называет такое очищение огненным приключением. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». То есть, когда вера испытывается гонениями, то мы стяжаем терпение. «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте без всякого недостатка». Здесь мы видим, как из одной добродетели возникают другие добродетели, и мы возрастаем в совершенство в полную меру возраста Христова. Архиепископ Аверкий Таушев пишет, «После приветствия святой апостол сразу же начинает речь об искушениях, под которыми подразумевается, несомненно, испытание нашей веры в виде разного рода бедствий, постигающих христианина в земной жизни. Эти испытания закаляют нашу веру и возводят нас все выше и выше к нравственному совершенству через подвиг терпения». А вот что пишет Беда достопочтенный, автор прекраснейшего комментария на все соборные послания. «Апостол начинает с обращения к более совершенным, чтобы постепенно перейти к увещеванию погибших, которых, как он видел, нужно исправить и устремить к верху совершенства. Следует также заметить, что он не говорит только «радуйтесь», либо же «радостью считайте», но говорит «всякой радостью считайте, когда впадаете в различные искушения». Считайте себя удостойными всякой радости, когда вам случается терпеть искушение за веру Христову. Это благодать, если кто по совести ради Бога терпит, страдая несправедливо, как говорит апостол Петр. Здесь отсылка на 1 Петра 2.19. Далее «Бедодостопочтенный» пишет и апостол Павел добавляет «Страдания нынешнего времени несравнимы с наступающей будущей славой, которая откроется в нас». Здесь отсылка к посланию к римлянам 8.18. «И все апостолы шли от лица Синедриона, радуясь, что удостоились претерпеть бесчестие за имя Иисуса». Это отсылка к книге «Деяния апостолов», 5-я глава, 41-й стих. Итак, мы должны скорбеть не когда подвергаемся искушениям, но когда бываем победителями, выходящими из этих искушений. Надо сказать, что вы, наверное, уже обратили внимание на то, что когда беда достопочтенный цитирует Писание, Новый Завет, его текст отличается от того, которым пользуемся мы. Это связано с тем, что он отталкивался всегда от вульгаты блаженного Иеронима. Это латинский перевод Библии, книг Ветхого и Нового Завета. И там, где у нас Яков говорит «Радуйтесь», на латыни это звучит как «Приветствие», «Приветствую», то есть «Приветствую, желая всех благ». Далее мы читаем 5-й стих. «Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков и дастся ему». Я помню, когда я учился в семинаре, это было в далекие советские времена, тогда Софринские заводы, они выпустили иконку Божьей Матери «Прибавление ума». Она была такая маленькая и очень дешевая, и семинаристы иногда дарили другим семинаристам эту икону, и обычно это делали с такими словами. «Вот, брат, для тебя нашли икону, она тебе очень нужна». Ну, человек с радостью брал эту икону, потом смотрел «Прибавление ума», потом смотрел на них. Действительно, на самом деле мы все нуждаемся в прибавлении ума. У всех нас недостает мудрости, потому что глубины нашей веры столь непостижимы, столь велики, столь объемны, что все нуждаемся в содействии Духа Святаго. Поэтому обычно вы это не видите, когда мы готовим передачи на библейском портале Экзегет, мы молимся, мы читаем молитву Царю Небесной, как и принято у христиан православных перед учением читать эту молитву. Мы все нуждаемся в мудрости, не той мудрости мира, а той мудрости духовной, которая является безумием для этого мира, но для нас, спасаемых, это великая сила Божия. «И если же у кого из вас недостает мудрости, пишет Иаков, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». И смотрите, что мы находим в Евангелии от Матфея, 7 глава, 7 по 11 стих. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злые, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него». То есть мы должны просить мудрости у Бога, который действительно дает все просто, то есть без каких-либо предварительных условий, как любящий наш Отец. Но далее уточняется, как надо просить. «Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». То есть важно, когда мы просим у Бога что-либо без сомнения в том, что мы будем услышаны. А Бог, конечно, лучше нас знает, в чем мы действительно нуждаемся, имеем нужду, а в чем нет. «Человек с двоящимися мыслями, он не тверд во всех путях своих». И Яков прав. Евангелие от Матфея, 19-я глава, 16-й, 17-й стих, здесь такие слова. «И вот некто, подойдя, сказал ему, учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же, то есть Христос, сказал ему, что ты называешь меня благим, никто не благ, как только один Бог». Вот этот неблагоразумный юноша – это пример человека с двоящимися мыслями. С одной стороны, он называет Христа учителем, он говорит «учитель», но при этом он понимает, что Христос не просто учитель, ведь он совершает чудеса, которые человеку невозможно совершить. И, как бы догадываясь, что он и Бог, он говорит «учитель благий». А Христос выговаривает ему, что ты называешь меня благим, никто не благ, как только один Бог. То есть Христос как бы говорит «ты назвал меня благим, назови Господом». Но если у человека двоящиеся мысли, очень сложно бывает таким людям называть истину истиной во всех значениях этого слова. И в Евангелии от Луки 9, 62 мы находим такие слова. Это слова Господа Христа. «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Человек с двоящимися мыслями, с двоящимися вероубеждениями это опасное колебание между истиной и ложью, между небесным и земным, божественным и человеческим. Далее с 9 стиха и ниже Иаков брат Господин пишет «Дохвалится брат униженный высотою своею». Оказывается, когда нас унижают и мы переносим эти унижения за Христа, мы возвышаемся. А как переносить унижения за Христа? Принимать их как из рук Божьих. Если Господь нам это попустил, значит, в этом есть какой-то смысл. Далее прочитаем 9-й и 10-й вместе «Дохвалится брат униженный высотою своею, а богатый унижением своим». Оказывается, богатство – это то, что унижает достоинство человека, потому что в его руках оказалось и то, что ему не принадлежит. Ведь богатство созидаются потом и кровью многих и многих людей. И когда в результате спекулятивных махинаций отдельно взятые так называемые счастливчики обладают больше, чем другие, это именно спекулятивный капитал. А богатый унижением своим, потому что он пройдет как цвет на траве все это его богатство, все это его великолепие, это проходит как цвет на траве. Это заметно особенно осенью. «Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву». То есть это может произойти и летом. «Цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увядает и богатый в путях своих». Как я часто объясняю, богатство – это зона риска. И если христианин имеет богатство, в идеале, конечно, он должен воспринимать это все как некое поручение от Господа. Далее, 12 стих. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Для кого-то перенесение искушений – это действительно осознавать, что у его богатства есть поручение от Господа, а для кого-то это призыв не роптать, пребывая в стесненных материальных обстоятельствах. Далее идет следующий раздел с 13 по 18 стих. Здесь говорится о том, что те грехи, которые навлекают страдания или те слабости и ошибки, в какие люди впадают во время этих страданий, ни в коей мере нельзя приписывать Богу все эти искушения, ибо он не может быть инициатором греха и искушений, от него исходит только доброе. И мы читаем 13 и 14 стих. В искушение никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. И здесь возникает вопрос, а как же в молитве Господней мы просим не веди нас в искушение? И вот смотрите, как блаженный Августин объясняет, есть искушение на зло, то есть в результате которого происходит падение, когда кто бы впрельщен впадает в грех и подчиняется дьяволу. В этом смысле говорит апостол, что Бог никого не искушает. Таким искушением, чтобы кто прельщен был и пал, Бог никого не искушает. А о чем мы тогда просим? И не веди нас во искушение. Господь посылает нам иногда некие испытания искушения для того, чтобы нас усовершенствовать. И как сердцевидец, он знает наперед, что мы сможем это все перенести. Таким образом, никто не говорит после падения, что Бог мне попустил такое искушение, которое я не смог пересилить. Это не так. Мы знаем из Нового Завета, что Бог никогда не посылает испытания сверх наших сил. Далее, с 15 стиха и ниже. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Здесь мы видим иерархию падения. Из одного греха, из одного состояния падшего происходит другое. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у Которого нет изменения и не тени перемены. То есть грехи мы творим сами, как бы говорит Иаков, а все хорошее и благочестивое оно проистекает от Бога. И если вы молитесь по каноннику, то в конце канонника говорится вспомни все дурное, что ты совершил в течение дня и припиши себе, а все хорошее припиши Богу. Действительно все совершенное, все правильное, что мы имеем, оно проистекает от Отца Светов. Здесь слово Свет стоит неожиданно во множественном числе. И первом послании Коринфянам 4.7 сказано «Что ты имеешь, то есть хорошего, чего бы не получил». Действительно все хорошее, что мы имеем, мы имеем именно от Бога. Как Иаков и записал в 17 стихе всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и не тени перемен. Далее. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». то есть в тех совершенствах, в которых мы возрастаем и должны возрастать, мы приближаемся только к начаткам тех совершенств, которые ожидают нас в вечности. Далее с 19 по 27 стих первой главы послания Иакова, брата Господня, идет отрывок, здесь такая мысль, что всякая страсть, безрассудный гнев и низкие чувства должно подавлять в себе. Слово Божие должно стать для нас главным предметом изучения, и надо стараться осуществить на практике все то, что мы слышим и узнаем из него. В противном случае наше благочестие окажется пустым. К этому добавляется описание того, в чем заключается истинное благочестие, и мы читаем с 19 стиха и ниже. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор наслышание, то есть мы должны спешить, слушать наставление, прежде всего в Слове Божьем, когда читается Библия и следуется. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор наслышание, медлен на слова, то есть на слова собственного суждения, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей. Посему отложи всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Вот то, что здесь говорится, что надо быть медленным на слова, а потом медлен на гнев, это взаимосвязано. Иногда люди меня спрашивают, батюшка, что делать, если гневливость подходит, начинаем кричать, проклинать даже кого-то? Ответ очевиден, его дает Иаков, брат Господин. Когда мы чувствуем, что гневливость подходит к нам, надо переходить на медленную речь. Так мы можем контролировать то, что мы говорим, и сдерживать эмоции гнева. Медлен на слова, медлен на гнев. Далее «Будьте же исполнители слова, они слышат или только обманывающие самих себя». Как они обманывают сами себя? Да, они слушают проповеди, они часто слушают беседы и лекции на библейском портале Экзегет, они читают духовные книги, они слушают храмовые проповеди Самвона, но не спешат это все исполнять, и они обманывают себя, что они познали истину, но Христос говорит «Познай истину и она сделает тебя свободным». То есть те, которые не исполняют, не стремятся исполнять то, к чему призывает Писание, это люди, которые подставляют сами себя. И далее 23-24 стих «Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тот час забыл, каков он». Нормальный человек смотрит в зеркало, он видит, вот надо здесь поправить, здесь поправить, здесь что-то не так. А если человек, читая Библию, понял, в чем он неправ, но ничего не делает для исправления, это человек, у которого пустое благочестие и мертвая вера. Да, мы не можем все исполнить, и это очевидно, но стремление к совершенству, к исправлению для нас совершенно необходимо, ибо Господь, прежде всего, судит не наши дела, а наши намерения. 25 стих и далее. «Но кто вникнет в закон совершенный, чтобы понять волю Бога, закон свободы, закон совершенный, это Ветхий Завет, закон свободы, это Новый Завет, евангельские заповеди, и прибудет в нем, то есть в библейском откровении, тот, будучи не слушателем, забывчивым, но исполнителем дела блажен будет в своем действии». Здесь важно действие больше, чем результат. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». То есть очень важно обуздывать свой язык, свое сердце, контролировать чувства, 27 стих, «чистое и непорочное благочестие пред Богом и отцем есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях». Презирать – это значит заботиться. И до революции дома презрения – это дома для инвалидов и для детей. Сейчас это слово потеряло свой смысл и приобрело противоположный смысл. Это результат именно советского отношения к той благотворительности, которая была до революции. А дома презрения – это дома особого внимания к детям и к инвалидам. Поэтому здесь и сказано «Чистое непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы презирать сирот, то есть внимательно смотреть на их нужды, и вдов в их скорбях, и хранить себя нескверным от мира, имеется в виду не мир, как отсутствие войны, а мир, как то общество греховное, в котором мы живем». Итак, сегодня отцы, братья, сестры, мы сделали обзор первой главы послания Иакова, брата Господня. И если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем с вами читать и делать обзор второй главы этого древнего апостольского послания. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах. Молитесь за то служение Слова, которое мы совершаем на этом портале, и берегите себя. Продолжение следует...